добрый день или там вечер или что у вас с вами снова вуди и экстен всем привет всем привет да у нас начинается собственно новая рубрика называется на теоретический дифраг здесь мы будем рассказывать об особенностях игры о каждом ее элементе о всяких оружиях о том как правильно как надо делать как не надо делать как вообще что в принципе как играть тот или иной элемент но сегодня у нас самое начало и поэтому мы хотели бы рассказать сам новичкам о таких базовых вещах ну и принципе не только для новичков которые уже знаешь такой дифраг в принципе для людей которые не знакомы с дифрагом и сейчас вуди расскажешь в принципе что что это такое как и чем его едят дефраг вообще возьмем как понятие что такое дефраг это модификация для quake 3 арена никаких дополнительных патчей ничего не надо ставить просто по ссылкам потом все ссылки будут в описании скачивайте и устанавливайте в корневую папку quake 3 в общем-то дефраг это модификация мод который представляет собой одиночную игру и мультиплеер для тренировки трюков движений скорости и ловкости путем прохождения специальных карт на время во время прохождения этих карт вам будут требоваться определенные навыки которые вы собственно будете на этих картах же и приобретать и собственно сама цель дайте от начала карты до конца вот поддерживает две физики в q3 ванилла quake 3 и cpm челлендж про мод разницу физиках мы объясним следующих наверно да да мы в следующем видео как раз это будет скорее что второе видео объясним разницу между в q3 cpm такие самые базовые тоже вещи сейчас чисто как настроить откуда скачать как вообще зайти на сервер как можно играть онлайн оффлайн в общем такие совсем базовые вещи которые некоторые к сожалению люди не знают ну и даже возможно кто играет не знает до сих пор ну дефраг первоначально был предназначен для создания нового вида соревнований основанного на времени прохождения карт и эти соревнования так называемые дефраг runs отличаются от обычных спидранов по нескольким направлениям в отличие от спидрана дефраг не ограничивается картами используемыми в оригинальной игре то есть карты могут могут использоваться как оригинальные такие специально созданы и в принципе создать карту даже может пожалуй любой игрок любой абсолютно человек любой абсолютно человек ну это была просто водная информация все ссылки на мой дифраг мою сборку на дифраг вуди на дифраг чистый дифраг они будут в описании стрима там же ой господи стрима говорю видео там же будет лежать блокнот в котором будут написаны базовые настройки мы обязательно все выложим то есть люди некоторые не знают как там допустим убавить или прибавить яркость как скажем там я не знаю как забить клавишу как разбить клавишу как там поменять гамму в общем такие такие совсем глупые вещи как поменять допустим чтобы у меня были скорость показывалась в юнитах и они в километрах в час многие люди задают вопросы и каждому лично отвечать на них очень неудобно просто нужен такой блокнотик с базами сами настройки откуда скачать я вам сказал сейчас вам покажем такие вещи как сайты с которых который есть удара так скажем который я сейчас немножко заход начнем сайта дифраг точка ру здесь это сайт русской русского комьюнити создан это русскими людьми естественно поддерживается он тоже всем русским комьюнити все честненько за из него заходят здесь проходят компетишены вот если вы видите на момент записи видео закончился второй раунд компетишна перед новогодним обжим-кап то есть люди здесь просто участвуют сюда же отсылаются демки сюда же скажем например на давно такая система проводит их человек под никнеймом nl хаджа он выкладывает карту он выкладывает свой имейл и вы на этот имейл отправляйте свою демозапись вот и все если вы хотите участвовать в определенный срок то есть допустим он проводится 15 12 по 29 12 вы должны отправить вот срок свою демку записать ее точнее в этот время в этот период отправить свою демку на почту скажем ему и все и вы пойдете таблицу который будет потом посвечиваться здесь ну и также на дфрагру публикуются другие разные новости не обязательно даже возможно под играл какие-то мувики достойные к примеру какие-то ну просто сторонние новости не прямо касательные так скажем квейка ну и конечно отдельное спасибо человеку с ником нл хажа аякс как тоже говорят за то что он поддерживает вот эту жизнь он делает очень большую большой объем работ для того чтобы это все работало ну и сайт полностью функционален и живой форум где тоже можно найти много интересного вот здесь вот находится форум здесь выложена горячая тема на форуме то есть последние люди как и последний тема какие обсуждения выкладывали с демки сейчас они правда уже upload давно по мне был в 2015 году последний раз что ли ну был до к сожалению имеется здесь естественно личный кабинет и основная сейчас функция этого сайта то что здесь проводят competition как бы отправляет выставляется карта оглашаются результаты мувики там некоторые и всякие другие новости тоже и форум участвовать также может любой игрок главное соблюдать настройки по идее ну и все в принципе да и пожалуйста ваша настройка мы немножко подробнее попозже это сделаем есть второй полезный сайт называется он q3df.org ссылки мы все отправим в описании обязательно то есть люди которые вы сможете просто взять и кликнуть и они у вас будут что сайт из себя представляет это уже сайт не русскими товарищами сделан как по домену видно это сайт такого человека как ашкей да да ашкей марта ну в общем это пацаны из германии сделали сайт и это сайт так скажем база всех онлайн рекордов она из себя вот так представляет что самое главное этот сайт очень нужен здесь нужно обязательно залогиниваться создать регистрировать регистрироваться нужно залогиниться запомнить свой логин потому что в дальнейшем он очень пригодится здесь есть рекорды здесь можно на каждую карту посмотреть таблицу топов какие какие когда были поставлены кем рекорды здесь есть список серверов которые скажем подключены в единую систему этого сайта на котором играют игроки вот прям в онлайн режиме можете посмотреть на каком сайте какой игрок играет значит последователь такая зашли на сайт зарегистрировались запомнили аккаунт посмотрели сервер зашли на сервер сейчас мы это и сделаем скажу для чего мы логинились потому что многие не знают это иногда спрашивают и поэтому отвечу мы даем ответы на самые простые вопросы зарегистрировавшись на этом сайте когда только поначалу начинал я тоже этого не знал зарегистрировались на сайте мы вбиваем прям вот зашли на сервер вбиваем команду логин выбиваем название логина и потом прям сразу же пароль и как бы логинимся но мне пишет что неправильный мне это на бинт поэтому я злогинился и теперь когда я финиширую карту те когда финиширую карту у меня моя демка записывается и time записывается в общую таблицу которую можно вот первый топ 10 посмотреть команды топ следующей команды топ more ну и таблицы также разделены на две физики vq3 и cp естественно без этого логина вы ваша демка и ваш time не попадет в эту таблицу нужно обязательно логин если вы пройдете карту без логина у вас да там ваша останется ваша демка у вас останется но к сожалению в общей таблице вы рейтинге не попадете просто вот такой нюанс что мы еще должны рассказать такого правильного но 4 нельзя есть значит команды спрашивают еще частенько как поменять карту команда называется call what map то есть создать голосование на смену карты скажем palmas lane ну да ну да создаем вот когда мы вводим мы должны заранее знать название карты естественно на которую мы хотим поменять мы создаем команду пишем call what map palmas lane и создается общее голосование и решается будет ли как каждым игроком который может голосовать либо да либо нет это делается команды вот и есть это да вот и но это естественно нет будет ли сменяться карту так как здесь всего я один поэтому карт сменилась мой голос решающий решаешь да ну и по умолчанию у вас f1 f2 у кого-то переназначены у кого-то не переназначены этим значит такие простые вещи как как нейм как поменять никнейм это будет все написано в блокноте если какие-то будут дополнительные вопросы можете оставить это в комментариях обязательно них на себе ответим что еще хотелось бы сказать у тебя есть что-то еще таких по серверу по ростам да по серверу по командам ну команда типа ранг это надо было залогиненным это показывает вашим это показывает допустим первого первое место кто занимает первое место допустим если вы пишете ранг 6 это показывает все кто находится на шестой строчке человек если на седьмой естественно там седьмая строчка то команда топ шоу показывает кидает в общий чат если вы просто введете команду топ то увидите эту таблицу только у себя и стоп шоу то увидят все кто находится на сервере то есть шоу это по команда которая показывает всем игрокам все на свете которые находятся на сервере про логин сказали про сменять карту как ну как кикать я думаю рассказывать не надо все и так знают хоть кто-то когда-то играл на онлайн серверах кс точно в курсе как кикать это здесь тоже через колвод а есть команда рандом если вы не знаете как какую карту поиграть пишите слово рандом и вам высвечиваются пять рандомных карт то есть ну случайных карт на которых вы можете поиграть и соответственно просто пишите потом дальше колвод мап г г господи гдф ран к примеру все и типа там меняете или не меняете эту карту так так почему меня выкинул неважно теперь хотелось бы показать показать куда куда закидывать дифраг вот допустим игры у вас есть папка дифраг вот здесь вот будет находиться экзешник это конкретно моей сборке будет находиться экзешник через который запускается дифраг можете сделать себе ярлык и будет здесь находиться блокнот и дальше здесь и папка base q3 это все нужные вещи от квейка 3 и то есть не обязательно скачивать целый квейк для этого можно вот эти восемь или сколько девять 9 пока 3 файлов q3 конфиг q3 кей то есть вот эти все файлы они просто позволяют вам уже играть дифраг и есть такая папочка дифраг здесь находится все самое важное все самое сокровенное вот в этой корневой папке вот сюда вот кидать надо карты то есть если вы скачиваете не командой который я сейчас вам потом позже покажу а прямо сейчас покажу то есть можно скачать карту вот так даун лоу пишите там вот даун лоб и на и название карты вот здесь вот как как она правильно называется вот скажем и скачиваете скачиваете так где вот сюда кидаете пап она попадает сюда автоматически если вы делаете через команду даун лоб вот они pk3 файлы это все карты а если вы скачиваете через сайт тоже ссылка на него будет www.q3df.org там их можно скачивать вручную и надо будет перекидывать эти файлы сюда в эту папку кроме того многие люди спрашивают ноги ну там новички они не знают куда их девать где найти свои демки вот они папки demos вот они все ваши родные демки находятся объяснять что-то еще помимо этого я думаю не имеет смысла еще такая вещь как где найти свои рекорды папки defrag defrag system есть такая папка checksums это ваши чекпоинты на карте то есть вы можете закинуть чужие чекпоинты свои то есть это все цифры которые у вас на экране там появляются справа внизу и рекордс это это что это тайм который нас слева задерживается это тайм который высвечивается слева и также на сайте с картами можно найти великое множество моделей там очень много моделей просто море игроки постарались в свое время мы создавали всякие текстурки дизайн для мапперов upload map в общем весь этот шлаг закидывается в эту папку в корневую тут же находятся коробили ваши конфиги как записать конфиг как допустим активировать все будет написано блокноте вы сможете это увидеть вас там надо будет сидеть подчитываться и вы все увидеть да вроде как мы все показали рассказали ну да наверное единственное можно добавить на то что ты фраге можно менять шрифт можно менять за можно вид менять полностью есть модели оружия также модели игроков текстуры даже частично можно менять это функционирует как бы дефраг достаточно живой я щас дамку тут пока можешь рассказывать еще покажу можно делать скриншоты экрана это там же будет у вас в корневой папке дефрага лежать до папка называется скриншот то есть команда называется скриншот джиппэк сейчас я покажу и вот скриншот джиппэк и вы найдете ее в папке которая называется скриншот в корневой папке дефрага хопа скрин вот у нас под названием шот 001 показался на всем большое спасибо за внимание это была краткая информация о том как найти что такое вообще дефраг и такие самые базовые основные вещи для очень новых людей будем вас всех видеть на серверах спасибо за просмотр и можете ознакомиться по ссылкам в описании дополнительно пока тем всего доброго